Баскетбольная команда Это ТОП-5 побед Уникса. Поехали! Четвертьфинал Единой Лиги ВТБ. Матч Калев-Уникс 2019 год. В той четвертьфинальной серии Уникс уверенно вел 2-0. Первый матч казанцы завершили со счетом 92-82, второй 108-84. До заветной путевки в полуфинал Униксу оставалось одержать победу в Таллине. На протяжении всей первой половины третьего матча инициативу ввели казанцы, уверенно уходя вперед от соперников на 10-15 очков. Однако в третьей четверти хозяевам удалось выровнять положение на площадке. Так, третьи и четвертые десятиминутки прошли в пользу Калев, но это не помогло ему избежать проигрыша. Со счета 96-84 Уникс выиграл Калев и благодаря этой победе стал первым полуфиналистом турнира. Самым результативным игроком заключительной игры в серии стал защитник казанцев Эрик Маколум. На счету у американца 24 очка, к тому же он реализовал 5 из 5 трехочковых бросков в игре и внес огромный вклад в победу своей команды. Полуфинал Единой Лиги ВТБ Пятый матч серии Уникс-Зенит, 2016 год Второй полуфинал Единой Лиги ВТБ, где встречались Казанский Уникс и Питерский Зенит, прошел достаточно напряженно, ведь победитель получал возможность выйти в Евролигу. Счет в серии был 2-2, где первые два матча были в пользу Уникса, а третий и четвертый в пользу Зенита. Пятый и решающий матч начался с заметным преимуществом питерского клуба. Уникс только после выхода на площадку Хакима Колума смог навязать борьбу Зениту. Хозяева смогли сравнять счет, а затем и выйти вперед. Во второй половине напряжение игры повысилось, и если вторую 10-минутку Зенит начал рывком 7-0, то в третьей казанцы смогли на старте сделать 10-0. В четвертой четверти казанский Уникс пошел в массированную атаку и не давал Зениту нормально разыграться. За две минуты до конца счет стал 77-64 в пользу хозяев площадки, что уже означало победу Уникса. И казанская команда это не упустила. Уникс со счетом 79-70 в матче и 3-2 в серии стал финалистом Единой Лиги ВТБ. Финал Кубка России. Локомотив Кубань. Уникс. 2014 год. Плей-офф для казанцев прошел достаточно легко. Войдя в турнир со стадии 1-8 финала, Уникс обыгрывал своих соперников на 20-30 очков и смог оставить за бортом такие команды, как Университет Югра, Спартак и Санкт-Петербурга. И на стадии полуфинала одного из фаворитов турнира – Химки. В финале же казанцы встретились не со своим вечным соперником ЦСКА, который выбыл из турнира еще в четверть в финале, а с Локомотивом Кубань из Краснодара. В первом матче Уникс дома смог уверенно обыграть краснодарцев 66-45. Но судьба трофея решалась на арене Локомотива. Во втором матче Уникс вел игру в свою пользу, сохраняя в первой и третьей четверти фору в 7-8 очков. В четвертой четверти победа казанцев была почти очевидна, ведь красно-зеленым нужно было за 10 минут отыграть в сумме 36 очков. В итоге казанский Уникс доводит счет до победных 76-93 и в третий раз в истории завоевывает Кубок России по баскетболу. А атакующий защитник Эндрю Гудлок, который набрал 36 очков за матч, стал MVP турнира. Финал Кубка России. Уникс ЦСКА 2003 год. В том финале казанцы встретились с московским ЦСКА, которые уверенно начали игру, однако Уникс не собирался уступать. Как потом писали газеты, все было против Уникса, но он выстоял. Борьба была напряженной, и несмотря на преимущество соперника под счетами, в конечном итоге казанский баскетбольный клуб сначала смог перевести игру в овертайм, а затем одержал заслуженную волевую победу. На последних 28 секундах 5-минутного овертайма при счете 81-82 в пользу Уникса у ЦСКА был шанс вырваться вперед. Однако этого помог избежать и Урелио Жукаускас. Центровой казанского клуба совершил эффектный блокшот на бросок в свою корзину. В итоге счет на табло не изменился. 81-82. И Уникс впервые в своей истории выигрывает Кубок России. Финал Еврокубка в сезоне 2010-2011. Уникс Кахасль. Европейский сезон 2010-2011 Уникс начал с квалификационного раунда Евролиги. Но путь казанцев остановился на втором раунде, когда подопечные Евгения Пашутина проиграли в двухматчевом противостоянии бельгийскому Шарлеруа и отправились в Еврокубок. В финале казанцы встречались с испанской баскетбольной командой Кахасль, которая сейчас известна как Реал Бетис. Финальный поединок прошел под диктовку казанцев. Уже в первой четверти Уникс обеспечил себе двукратное преимущество в счете. 32-16. После чего позволил себе сбавить темп игры. В заключительной четверти испанцы не смогли сопротивляться и проиграли. 21-15 в четверти и 92-77 в матче. Пока что это единственная победа Уникса в данном турнире. На этом все. А какие победы Уникса ты считаешь топовыми? Пиши в комментариях. Ну а если тебе понравился этот ролик, обязательно прожми лайк. С тобой была Наташа. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!